Сегодня в городе Надбугом состоялось очередное августовское заседание Брестского обл.сполкома. И одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня, было рассмотрение работы городских и районных исполнительных комитетов по обеспечению устойчивого развития системы образования региона в 2013-2014 учебном году. Начальник областного управления образования Михаил Тихончук представил доклад о степени готовности учебных заведений Брещена к Новому году. Практически все школы, лицеи и гимназии уже получили паспорта готовности и готовы распахнуть свои двери. Вопросы о готовности школ, у нас их в этом году 541, на сегодняшний день подписаны, либо подготовлены к подписанию 91,3%. И сегодня можно сказать, что в городе с полкомами обеспечивается готовность к учебному году всех учреждений образования области. Область в последние годы достаточно активно инвестирует в образование. Значительные средства из бюджета направляются на ремонт, реконструкцию и модернизацию учреждений образования. И 2013 год не является исключением. Только капитальным ремонтом было охвачено 54 школы, 18 дошкольных учреждений, 25 профессиональных технических учебных заведений, а в общей сложности 103 учреждений. На эти цели профинансировано 116 миллиардов рублей. Но особое внимание в ходе заседания было уделено нематериально-технической стороне подготовки к образовательному процессу. Сегодня в области практически все учебные заведения оснащены для проведения занятий, а методом воспитания и уровню профессиональной подготовки сотрудников этой сферы. Результативность обучения детей в первую очередь зависит от личностных и педагогических качеств учителей, методистов и воспитателей. Но далеко не всегда эти показатели находятся на должном уровне. И в последнее время именно кадровый вопрос становится настоящей проблемной темой при подготовке к учебному году. Когда мы говорим о том, что устойчиво в развитии, то думаю, что нам надо сегодня было бы затронуть не только вопросы материально-технической базы общебразовательной школы, но и проблематику по профессионально-техническому среднеспециальному образованию, а также более широко раскрыть те проблемы, которые у нас есть в воспитательном процессе, подготовки детей в детских и дошкольных учреждениях, то же самое. И я думаю, будет правильно, если мы сегодня дадим оценку, насколько эффективно работают наши методические кабинеты, насколько эффективно работает наш институт развития и образования, а там ни много ни мало, по-моему, около сотни человек работают, насколько регионы или мы решаем проблемы профильного образования, репетиторства, то же самое, это не праздные вопросы. И мы на них, по-моему, почему-то стараемся не отвечать и обходить так молча эти проблемы. И, конечно же, как будем сокращать, по большому счету, как мы будем сокращать именно тот документ, оборот, который захлестнул наше учебное заведение. Отчетами, справками различными. Решения стоящих перед сферой образования проблем – необходимые условия благополучного развития страны, ведь нынешние школьники – это будущие строители, врачи, инженеры, управленцы, учителя – уже сегодня должны получать систематизированные знания, необходимые для получения специальности и развития в выбранной сфере профессиональной деятельности. Поэтому так важен уровень преподавательского состава каждого учебного заведения, ведь от их мастерства, грамотности и профессионализма зависит уровень образованности учащихся. Привлечение молодых специалистов и стимулирование их дальнейшего развития, увеличение заработных плат, внимательное и продуманное осуществление программы повышенного изучения предметов, а также оптимизация деятельности методических кабинетов Института развития образования должны стать мерами, которые помогут вывести систему образования региона на новый уровень.